МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии работает Светлана Князева. Смотрите в этом выпуске. Досягнение, задачи, планы. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров сегодня наведал БМЗ и Гомсельмаш. На переддень подорожжа у Гомеле можно сделать платный тест на коронавирус тем, кто выезжает за мяжу. Новые светлофоры, островок безопасности и велодорожка у областной ДАИ рассказали про смены у организации дорожного руха. А зараз об этом и иншим больше подробно. Вице-премьер Беларуси Юрий Назаров сегодня наведал Гомельскую область. Мета рабочей поездки – выпрацовка мер по финансовым оздоровлению широкого предприемства у региона. За ходом визиту сочли наши корреспонденты. За пять месяцев этого года на Беларусском металургическом заводе выплавили больше миллион тонн стали. Вырабленную с ее продукцией отгрузили с пожилцам в тем леку больше 80% на экспорт. У спися замежных партнеров БМЗ селета 48 краин света. Украина, США, Австрия, Испания, Франция, Финляндия, Швейцария. Тенденция этого года – переразмеркование частки объемов с Африки и Близкого Схода на европейский рынок. А прощата гопылные тяжкости на предприемстве возникли в связи с пандемией коронавируса. Уведенные карантинные мероприемства, а так само падение кошту нафты, привели до снижения цен на металлопродукцию. Прямая МНБМЗ-меры дозволили снизить выдатки вытворчасти амально 65 миллионов рублей. Але гэтага оказался недостаткова. Причина всем понятна. Это скукожились рынки традиционные. Вот мы разбирались в металлокорд, прокатная продукция. И вот сейчас надо просто разлить ситуацию, как финансово подставить плечо предприятию, для того, чтобы они в это непростое время могли дальше более-менее уверенно себя чувствовать. Поэтому сейчас вырабатываем решения, видите, тут и банкиры с нами, ищем решения, как оздоровление провести. Варианты отрабатываем, я думаю, до конца дня сегодня не будет выработано. Но схема понятна. С экономичными тяжкостями сутыкнулась и акционерное товарыство «Гомсельмаш». Правда, с эпидемичной ситуацией у свете гэта не связана. У свой час предприемство отрымливало значные кредиты, у тым лиху у замежной валюте. Цяперых необходимо вертать, а гэта – великие сродки. Такая ситуация не самым левшим чином отбивается на развитии акционерного товарыства. Сярод распрасаванных и наибольшь верагодных вариантов – реструктуризация долгов. Тем более, что заразу «Гомсельмаш» не только полностью покрывая бягучие расходы, а лей працуя с прибытком. У нас имеется стратегия до 2030 года, разработанная определен список страны экспортных основных. Это в основном рынки европейских стран и Китай. Также мы не оставляем без внимания африканский континент. Сегодня полным ходом идет отгрузка машин в Зимбабве. Также мы в этом полугодии отгрузили машины в Молдову, Армению. Естественно, основные экспортные рынки – это Россия и Казахстан. В следующем полугодии мы также планируем продолжить отгрузки на африканский континент и другие рынки. И еще одно питание, которое обмерковывается под час визиту вице-премьера Юрия Назарова на Гомельшину. Необходно выпрасывать одзинную державную промысловую политику. На практице – размовы, идя больше тесной кооперации предприемствов. И еще одна тема для обмеркования – зарабить больше прозристыми и прогнозуемыми, относенные помеж вытворцами и споживцами их продукции. Госзаказ – не то слово, но механизм, когда производитель и потенциальный потребитель продукции, вот такой, как мы говорим, корма, уборочная техника, должны четко понимать по периодам, по годам объемы производства и потребления соответствующей техники, чтобы не было этой суеты. То пусто, то густо. То есть, знаете, вот когда сейчас появилась в Могилевшине, Витебшине потребность в определенном количестве комбайнов, мы должны лихорадочно эту проблему закрыть. А это должна решаться в плановом определенном порядке. Но, что касается Гомсельмаша, президенту доложены подходы, президент их согласовал, поэтому сейчас мы просто на согласовании проекта указа президента о реструктуризации долгов. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Гомеля сегодня прошло посажение суместной рабочей группы по развитию супрацовнества Республики Беларусь и Кировской области Российской Федерации. Сустреча отбылась с уделом старшины Гомельского облаконкама Геннадия Соловья и губернатора Кировской области Игора Васильева. Размова прошла в формате видеоконференции. С початку ее удельники обмерковали выники супрацовнества за 2019 и початок 2020 года. Так, за минулый год товарооборот по Межреспублике Беларусь и Кировской областью повеличился на 4% и склавкали 75 миллионов долларов. Все лет на этот показчик поуплывала эпидемиологическая ситуация. Мы видим, что товарооборот с учетом сложившейся ситуации снизился на 4,3%. Вместе с тем, мы видим, что Республика Беларусь нарастила порядка 24% экспорт товаров в текущем году. В Кировскую область снизился импорт на 13,8%. Поэтому, конечно, мы видим, несмотря на снижение общего товарооборота, мы видим позитивное направление работы наших предприятий с Кировской областью. Так, в этом году начались поставки лифтов и других механизмов для подъема, перемещения и погрузки. Тракторов и тягачков, а так само Городниным. Появился экспорт текстильных выработок, пушно-футровой сыровины, фарбов и лаков. За неэффективность испынились поставки цукру. Снизился экспорт садовины, мясной и молочной продукции. По выниках разговора, старшин Гомельского облаконка Магина Целовей пропонувал поширить экономичные и инвестиционные сопрацовничества двух боков за кошт пропрацовки новых направлений. Например, продаж продукции асфальтобетонной вытворчасти и молочно-даильной техники. Губернатор Кировской области у свою чергу подкреслил значность взаимодносинов у сферы адукации помеж ВНУ и подяковал беларусам за захование историчной памяти и працу по одновлении памятных мясцинов Великой Айчинной войны. С этого дня Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья проводит платное тестирование на инфекцию COVID-19. Послуга будет доступна тем, кто выезжает из Беларуси, Украины, где потребуется официальное подтверждение отсутствия инфекции. Для сдачи анализа необходимо иметь при себе пашпорт, а также копию билета и других документов, которые подтверждают выезд. Термин оказания послуги – два рабочие дни. Человек приходит, у него берется мазочек, он оплачивает в кассе, и по готовности ему смс приходит, что ваш результат готов, вы можете его забрать. Выник анализу, клиент отримывает смс-поведомление. Больше подробную информацию о прохождении тестирования на коронавирус вы можете отримать на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Областная организация «Червоного крыжа» протягивает, оказываясь, допомогу медицинским работникам региона. Черговая масштабная акция по доставке воды пройшла напереды дни. Ее партнером выступила компания «Пепси-Кола». 2000 литров пятной воды размиркованы по трех медицинских установах, где займаются лечением пациентов с COVID-19. Воду накировали у другую и третью городские больницы, а так само на станцию «Худки допомоги». Мы благодарны всем, кто отзывается на наш призыв, так как, конечно, температура сейчас достаточно высокая на улице, и можно себе только представлять, наверное, как человеку в костюме можно вообще переносить данную жару. Поэтому сегодня данная помощь для медиков действительно актуальна, и все они признательны коллегам, которые помогают нам делать добрые дела. Со старту акции у медицинские установы региона накированы 5000 литров воды. Волонтеры оказывают и иншую допомогу – забеспечивают сродками индивидуальной обороны и набывают необходные обсталявания. Мы стараемся, мы делаем все, что можно. Спасибо, что нас не забывают и оказывают нам гуманитарную помощь в виде костюмов, одежды, защитных средств, дезинфицирующих растворов. Большое всем спасибо. Мы будем стараться делать все, что от нас зависящее. Но если нам будут помогать, то нам будет немножко легче. Уся год допомога социальным и медицинским установам «Червоным крыжам» оказана на сумму больше 170 тысяч рублей. Дарыша, поудельничать у доброчинной справе можа кожной. Про ее умовы можно доведаться на сайте Red Cross у разделе COVID-19. Больше за 130 предприемств, установ и организации Гомельщины выказали свою подяку медицинским работникам в рамках акции с удерженностью и веншаваннями. Я ена перед днепрофессийного свята медработников проводить Гомельске облаконкам. Из всех районов области пришли крональные листы с малюнками, коллажами, фотосдымками, вершаванными и прозаичными ротками. Жахары региона означают колоссальную працу и якосную допомогу медиков, которые в тяжкий час подтвердили верность обранному профессийному шляху и протягивают широ дарить клопот и добро людям. Выником коллективной подяки стал видеоролик, який мы уже зараз можем бачить на светлодиодных рекламных экранах Гомеля. Но на этом марафон веншаванья в регионе не закончается. Кожный может записать свое голосовое веншаванья на диктофон и дослать аудиозапис на электронный адрес радиомедикам.собака.мейл.ру. Широе признание прогушать 21 червя на хвалях радио Гомель-ФМ и Гомель-Плюс. До других тем. По инициативе Держаутоинспекции у Гомеля отбылисься черговые змены у организации дорожного руху. Они закликаны повысить безопасность на дорогах и в улицах областного центра. Супрацовники ДАИ на постоянной основе проводят анализ дорожно-транспортных задарений и уносят пропановы. Так, на улице Советской заявилась сумещенная велопешеходная дорожка на участку от припынков в улице Шангарской дивизии и предприемства Гарэлектротранспорт. Дарыча, як поведомили у областной ДАИ, вела инфраструктура у Гомеля протягнет развиваться и далей. Змены закранули так само в улицу Быховскую. У районе домов 106 и 108 устреляваны новые светлофоры. Пакульяны не працуют, однако эксплуатацию будут уведены у самый ближайший час. На улице Быховской есть еще одно новое уведение. Нерегулируемый пешеходный переход по улице Богдана Хмельницкого в рамках строительства торгового центра по улице Быховской Богдана Хмельницкого был ликвидирован с переносом существующих пешеходных связей на регулируемый стафорный объект. Кроме этого, нерегулируемые пешеходные переходы на автомобильной дороге северо-западный обход города Гомеля, расположенный в районе остановочного пункта радиозавод, был оборудован светофорным объектом с пешеходно-вызывным устройством. Также нерегулируемый пешеходный переход в районе остановки домостроительный комбинат был оборудован специальным конструктивно выделенным островком безопасности. День, когда скульптуры ожили, когда Хмельницкого палацево-паркового ансамбля отбился перформанс под назвой «Не только классика». Постановку ожицевили артисты Народного театра студии «Классик». Перформанс рассказывает об Троянской войне, нагадывает об старожитных греческих мифах и богах. Не только классика выник с получения сценичного мастерства, поэзии, пантомимы и хореографии. Интерпретация античности про театр-скульптур, а так само место для спектакля – максимально органичное духу постановки. Они сделали перформанс по-соправдному атмосферным. До речи, это не первый для театра опыт оживления статуи на сцене. Артисты плануют полторы действа на инших пляцовках. Сколько раз не повторяем, мы были на Славянском базаре, а люди готовы смотреть это неоднократно. Потому что говорят, что это завораживающее действо, когда вроде бы статичная скульптура начинает оживать. И что же дальше? И даже если… Да, конечно, они двигаются, может быть, не так плавно, как балет. Но все-таки действительно действо завораживающее. Спекоты и навальницы ждут в регионе 18 червяня. Обвешаны оранжевые уровни безопасности. В день на большие часы территории пройдутся мощные опадки. При навальницах максимуме увеличение ветра до 15-20 метров за секунду. Температура по ветру в ночи складе до 20 градусов тепла, в день – до 30. Верогодность навальниц заховывается и в наступные дни. Это и другие новины, информацию о проектах телерадио компании «Гомель» вы можете узнать на нашем сайте. В интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Гомельском районе утонул 22-летний молодой человек. Спасатели получили сообщение об инциденте вечером 16 июня. Когда работники МЧС прибыли на озеро в деревне Оссовцы, на поверхности воды уже никого не было. Через полчаса тело молодого человека извлекли водолазы. По словам очевидцев, молодой человек утонул в 10 метрах от берега. Предварительно установлено, что он отдыхал в компании. Алкоголь в ней не употребляли. Трагедия произошла, когда молодые люди решили переплыть озеро. Парень доплыл до середины водоема и решил вернуться. Но не хватило сил. Вчера в 18.45 поступил звонок на пульт МЧС о том, что в районе деревни Оссовцы на озере тонет человек. В 19.22 водолазами МЧС было поднято тело. Им оказался житель города Гомеля 22 года. Что в дальнейшем произошло, уточнит следствие. Хотелось бы еще раз обратиться к гражданам нашей республики о том, что температура стоит очень высокая. И если вы погружаетесь в воду, хотя бы предварительно привыкните к воде, окунитесь, не заходя глубоко в воду. Потому что возможны спазмы, из-за которых может наступить утопление. Прошлой ночью компания «Гомельчан» самостоятельно обезвредила хулигана с ножом. Перед этим нападавший успел избить пассажира такси. Пьяный мужчина подошел к авто, в салоне которого уже был человек. Новый клиент собирался сесть в машину. Таксист объяснил, что занят. Это не понравилось незнакомцу, и он попытался ударить водителя. В конфликт вмешался пассажир, но получил удар по лицу. После этого нападавший убежал. На ближайшей стоянке подозреваемый подошел к компании, рассказал о ситуации и попросил за него вступиться. Чтобы прохожий отстал, молодые люди согласились ему помочь. Сначала мужчина решил постоять рядом. Но через несколько минут снова подошел к парням и попросил дать ему позвонить. Незнакомцу отказали. Тот разозлился и начал настойчиво требовать телефон, угрожая ножом. Мужчина действительно достал нож, пошел с ним на компанию. Молодые люди не растерялись, выбили оружие, скрутили нападавшего и вызвали милицию. Задержанным оказался 35-летний неработающий житель Гомеля. Ранее судимый за кражу. Следователи дали правовую оценку его действиям. Возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. В Рогачевском районе пенсионерка оступилась и упала в питьевой колодец. Самостоятельно выбраться она не смогла. До прибытия сотрудников МЧС женщина 1940 года рождения находилась по плечи в воде и держалась руками за стены колодца. Спасатели помогли пострадавшей выбраться. Сельчанка госпитализирована. В Гомеле по видеокамерам раскрыты сразу две кражи. В гипермаркете по улице Свиридова мужчина увидел, как у женщины выпал из сумочки кошелек. Он дождался, пока она отойдет, и подобрал его. Покупательница обнаружила пропажу и вернулась в магазин. Когда поняла, что никто ничего не вернул, позвонила в милицию. Оперативники проверили камеры наблюдения и установили личность подозреваемого. 36-летний гомельчанин задержан. Похищенное у него изъяли. За минувшие сутки в Ельском и Чечерском районах ликвидировано два лесных пожара общей площадью более 2,5 гектаров. Одно возгорание зафиксировано в жилом секторе. В Ветковском районе горел жилой деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю и потолок, а также повредил имущество внутри строения. Пострадавших нет. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В субботу пройдут очередные поединки Второй Лиги Чемпионата Беларуси по футболу в восьмом туре национального первенства. Рогачевский Днепр отправится в гости к энергетику БГАТУ. Гомельский Бумпром проведет поединок на выезде с футболистами Осиповичей. Жлобин поедет в Могилев к местному Днепру. А жидковический миллиоратор на своей площадке примет перший регион из Малориты. Сергей Тополь может продолжить карьеру в Жлобинском Металлурге. В минувшем регулярном сезоне 35-летний нападающий из России набрал 37 очков в 52 играх за Гомеля. Стал лучшим бомбардиром клуба. Плей-офф форвард добавил 2 очка в 6 поединках. На сегодня Сергей Тополь является свободным агентом. 20 лет назад в областном центре появился бойцовский клуб «Легион». Сначала в нем проходили тренировки по рукопашному бою. Сегодня здесь параллельно развиваются еще несколько направлений. Боевое самбо, панкратион и ММА. За 20-летнюю историю в клубе сформировался свод правил. Не пить, не курить, не вступать в драки. Спортсмены, нарушившие запрет, уходят из клуба. В «Легионе» уделяется внимание и профориентации. В дальнейшем спортсмены этого клуба могут найти свое место в силовых и правоохранительных органах. Судя даже по отзывам, кто на самом деле занимался целеустремленно в частных соревнованиях, они даже по-другому себя показывают в службе. Не со злостью, а наоборот они понимают, что такое удар, что бросок, что такое вкус победы. И наоборот ведут себя спокойнее, могут адекватнее реагировать на те сложности, с которыми мы сталкиваемся в службе ежедневно. Нынешний руководитель «Легиона» Леонид Кривошей стоял у истоков создания клуба. Работа ведется на протяжении года. Зимой спортсмены отрабатывают технику в залах. В летнее время выходят на улицу. Кроме того, участники клуба регулярно ходят в походы, сплавляются на байдарках и активно отдыхают. Спортсмены сюда приходят обучаться в возрасте не младше 8 лет. Набирают новых бойцов ежегодно осенью. Главный критерий отбора – желание заниматься. Пришел мальчик заниматься с полного нуля. Год занимался. За год ему попало поучаствовать в трех боях чемпиона мира на разных соревнованиях. Нос сломали. Тяжелее же перед ломовом, скалявшись, не восстановится. Но вот он прозанимался ровно год и сломастерным спортом в Ростоке Беларуси. С моей точки зрения, это, наверное, идеальный вид спорта при хорошем еще коллективе для воспитания характера. Прозанимавшись усиленно при помощи родителей, взаимодействия с родителями, прозанимавшись с какого-то возраста до совершеннолетия, прозанимавшись с международными наборствами, на самом деле ребенок станет, ну уже парень станет по-настоящему взрослым, честным, справедливым. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Оставайтесь на «Беларусь-4».